Есть мир, о котором вы слышали. Мир, в котором вы, вероятнее всего, побывали. Вы исследовали его по-своему. Но хотите ли вы знать его истории? Если да, то вы попали в нужное место. Принцы Деэдра Принцы Деэдра – самые могущественные из всех Деэдра. Они живут по своим законам и правилам, имеют свой образ жизни, и учитывая то, что их относят к святым, то к ним нельзя приписать понятие «злые», что, несмотря ни на что, делают жители Тамриэля. Сотрудничество с принцами встречается довольно редко, но все попытки призыва так или иначе несли за собой последствия, как плохие, так и хорошие. Нынче известны 16 принцев Деэдра. Азура Ее сфера – это заря и закат, магия сумерек. Азура ассоциируется с магией, судьбой и предсказаниями. Ее часть Обливиана называется «Лунная тень». Днем Азуры считается первый день месяца первосвета. В Моруунде она известна как одна из так называемых «хороших» Деэдра. Часто ее считают создательницей расы Данмеров. Во всяком случае, их внешний облик – результат ее деяний. Ей поклоняются не только Данмеры, но и коджиты, хотя Азура из пантеона Эльсвейра совсем не похожа на ту, которой поклоняются темные эльфы. Баэтия – принц интриг, воинов и полей. Его сфера – обман и тайные сговоры, планы убийств, покушений, предательств. Его называют Деэдромщение. Двуполое божество предстает как в облике женщины, так и в облике мужчины. Говорят, что Баэтия жаждет лишь крови. Из-за того, что он орудует деструктивной сферой, он вдохновляет воинов на битвы, дабы разрушить и уничтожить своего противника. Этого принца изображают в виде воина, мужчины или женщины, с двулезвенной секирой в руках или с мечом. Вермина. Принц Деэдра, чья сфера – ночные кошмары и пытки. План – царство кошмара Квагмир, откуда исходят дурные предзнаменования. Квагмир – постоянно изменяющийся мир. Он может быть похож на любой из планов забвения и ни на какой, но все его иллюзии, суть – кошмаров. Намеком указана некая причастность Вермины к вампиризму. Также в некотором роде она имеет отношение к некромантии, ведь в жертву ее святилищу требуется черный камень душ, то есть такой, который позволяет пленить душу разумного существа. Херсин. Принц охоты, охотников азарта и спорта. Говорят, что этого принца Деэдра невозможно вызвать, как других. Ему не прислуживают низшие Деэдра. Вместо них ему служат оборотни. План Херсина – охотничий угодья. Он награждает верных керасой шкура спасителя или может вручить кольцо Херсина, дарующее владельцу возможность отражать магию и долголетие соответственно. Клавикус Вайл. Исполнитель желаний. Его сфера – дарование сил, исполнение желаний смертных и создание договоров. Клавикус Вайл крайне опасен, так как воздействует на волю смертных. Его изображают в виде мужчины с рогами, у ног которого сидит огромный пес. Это барбас, часть его личности, которая частично самостоятельна и в которой заключена половина сил Вайла. Этот тщеславный Деэдра создал особую маску. Тот, кто носит ее, в глазах окружающих кажется красивым и приятным в общении. Чем выше привлекательность самого носителя, тем сильнее действует маска. Но Клавикус Вайл в любой момент может отнять ее. Известен факт, что с Клавикусом Вайлом долгое время вел дело некромант с острова Строс-Мгай, Слуат по имени Мгаста. Малакат, Деэдра Проклятий, Орочий Бог. Самый слабый из принцев Деэдра. В строгом смысле этого слова он вообще не Деэдра. Когда-то он был Тренемаком, но был превращен Боэтий в Деэдра. Его сфера – покровительство изгнанников и презираемых. Он хранитель верных клятв и кровавых проклятий. Орки называют его Малоухом или Малахом, Данмеры – Малаком, Норлинге – Старым Ворчуном. Его изображают в виде полуобнаженного воина с человеческим или орочим лицом, с мечом в одной или обеих руках. Ему служат низшие Деэдра – Огримы. Малакат награждает своих верных приспешников молотом Воландранг. Меридия. Ее сфера смертным неизвестна, но понятно, что она все же связана с живыми существами. Некоторые считают, что она является покровительницей эльфов, так как именно в ее плане после смерти скрывался дух у Марила Неоперенного. Меридия – ненавидит некромантию и нежить. Ее план Обливиана – цветные комнаты. Этого принца Деэдра изображают молодой прекрасной женщиной в платье, без каких-либо атрибутов. Меронес Дагон – принц разрушения. Его сфера – уничтожение, разрушение, революции, сила и эмоции. Он ассоциируется с лесными пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими подобными природными явлениями. Иногда Дагон – просто бог кровопролития и предательства. Для некоторых он олицетворяет собой Морровинд – опасную и непредсказуемую землю. Ему служат Скампы, Дреморы, Зивилайи, Ужасы Клана и Дайадроты. Меронес Дагон награжает верных кинжалом бритва Меронеса, который имеет свойство непредсказуемо убить жертву одним ударом. Молокбал – его сфера господства над смертными и порабощения их разума. Более всего, Молокбал жаждет пожинать души, переносить их в пределы своего влияния, разбрасывая семена споров и раздора в мире смертных. Помимо призыва, принц может явиться последователем в обличии смертного. Его план забвения – Хладная Гавань. Создал вампира с целью насмешки над Аядра Аркеем и его циклами жизни и смерти. Намира. Ее сфера – уродство и то, на что человек способен настроить себя путем деградации. Она повелевает духами тьмы и теней, ассоциируется со слизнями, пауками и другими существами, которые вызывают у смертных отвращение. Известно, что ей приятно всякое уродство. Ноктюрнал. Ночная хозяйка. Повелительница ночи. Ее сфера – ночь и тьма. Ее план – цитадель Вечной Тени, некогда разрушенная Мерунесом Даганом. Ноктюрнал считают покровительницей гильдии воров. Этого принца Даэдра все время обворовывают. Один из известных примеров – человек, который украл у нее маску, которую впоследствии стал носить серый лис. Ноктюрнал изображают в виде женщины в роскошной фиолетовой мантии с двумя воронами на разведенных в стороны руках. Стражи Ноктюрнал – Соловьи, избираются из гильдии воров. Он награждает смертных скелетным ключом, отмычкой, которая никогда не ломается. Перриайт. Один из самых разрушительных Даэдра. Его стихия – Эпидемия. Также на нем висит управление низшими слоями Обливиана, с чем связано его прозвище – Надсмотрщик. Его план – Ямы Перриайта. Он награждает верных щитом разрушитель заклинаний, который создает магический оберег, когда его используют по назначению. Сангвен. Его сфера – разгул, веселье и радость, а также стремление к темным сторонам натуры. План Сангвена – очаги наслаждения. Его изображают в виде полного рогатого демона в тунике с кружкой в руке, попирающим ногой череп. Хермиус Мора. Принц Непознанного. Его сфера – предсказание судеб, прорицание потоков судьбы, прошлого и будущего, чтение небес и звезд. Он – властелин сокровищ знаний и памяти. Его план зовется Апокрифом. Это огромная бесконечная библиотека, где можно найти все запретные знания. Изображают Хермиуса Мору в виде странного бесформенного существа с щупальцами и четырьмя воздетыми клешнями. Хермиус Мора награждает верных книгой Огма Инфиниум, которая при прочтении дает на выбор три пути – вора, мага или же воина, повышает навык читателя в выбранной сфере и при прочтении исчезает из нервна навсегда. Огма Инфиниум считается самой ценной книгой во всем нервне. Шиагорат. Принц безумия, чья сфера – безумие и искусство, и чьи мотивы неизвестны. Считается, что Шиагорат был рожден, когда Лархан утратил божественную искру. Один миф называет Шиагората дырой в форме Ситиса в нервне. В народе же считают, что, когда безумец говорит, он обращается к этому принцу и тот рассказывает ему то, чего он знать не может. Шиагорат страдает всеми видами безумия одновременно. Крайняя степень проявляется в раздвоении личностей, когда он принимает облик Джигалага и пытается разрушить собственный план. План забвения Шиагората – дрожащие острова, поделенные на манию и деменцию. Этого принца изображают в виде бородатого мужчины в необычных одеждах и с тростью в левой руке. Джигалаг – принц порядка. Абсолютно вся существующая информация о нем получена от Шиагората и потому может быть ложной. Его сфера – порядок и консервативность. Его план называется планом порядка. Джигалага якобы превратили в бога безумия другие дайдрические принцы из страха перед его могуществом. Субтитры создавал DimaTorzok